Состояние здоровья 15-летней Кати стало ухудшаться в конце прошлого года. Врачи из Кривого Рога отправили подростка в Днепро. Обследование показало проблемы с почками. Медики надеялись, что после курса диализа ситуация улучшится. Но ни препараты, ни заместительная терапия результатов не дали. Когда был выставлен окончательный диагноз, стало понятно, что ребёнку необходима трансплантация почки. Мы начали подготовку. Прежде всего, надо было выяснить, кто станет донором для девочки. Это родственная трансплантация. Или отец, или мать. И вышло так, что мама дважды подарила своей дочери жизнь. Мама девочки рассказывает, результаты её анализов подошли, и она стала донором для дочки. Решились на трансплантацию, несмотря на альтернативные варианты. Предлагали варианты. Был вариант, что можно на диализе всю жизнь находиться. Но если пересадка почки, у неё полноценная жизнь. Она ни к чему не привязана. Живёт своей полноценной жизнью. У нас не было с мужем никаких сомнений, что я, что муж, мы сразу сказали, что согласны. Сложная операция проходила в региональном медицинском центре семейного здоровья. Хирургическое вмешательство длилось около семи часов. Одновременно специалисты работали в двух операционных. В одной операционной находилась мать ребёнка, донор, у которой проводилось извлечение почки. После этого орган надо ещё подготовить. В другой операционной, рядом, находилась девочка, у которой во время извлечения почки матери уже был сформирован доступ для имплантации почки. Это была первая трансплантация почки ребёнку, проведённая в Днепропетровской области. Поэтому медикам на всех этапах помогали коллеги из киевского Ахмадита. Было задействовано очень много людей, чтобы обеспечить эту операцию, потому что должно было сработать как часовой механизм. И в некоторые периоды операции отчёт шёл на минуты. Мы должны были быть уверенными, что почка жизнеспособна, что мы её не передержали. Вовремя пересадили, выдержали. После восстановления и коррекционной терапии мама и девочка смогут вернуться домой, где они не были больше четырёх месяцев. Именно столько времени понадобилось, чтобы понять, что почки Кати уже не способны самостоятельно функционировать. В планах подростка продолжить обучение и завершить девятый класс в школе.